Как обычно, нас посетила абсолютно безумная идея, связанная с едой. Можно ли построить бургер-башню? Сколько котлет туда можно вместить так, чтобы он не рухнул? Какой высоты можно его сделать? Но сначала мы отправимся в очень известный фастфуд. Говорят, что там можно заказать максимальное количество котлет так, чтобы бургер был реально высоким. Сейчас мы туда пойдем и проверим, можно ли это сделать. А потом вернемся сюда и приготовим огромную высоченную бургер-башню из большого куска мясной туши. Для проверки мы пришли в Бургер Кинг и оказалось, там действительно можно заказать много котлет. Максимальное количество котлет, которые у нас получилось заказать, это 10 котлет в одном бургере. Кстати, этот гигант обошелся нам в 2399 рублей. Мы спросили у менеджера и оказалось, что мы первые, кто заказал такой гигантский бургер. Этот бургер не помещался в коробку. И когда мы его распаковали, мы поняли, что ошиблись. Нам нужно было заказать много кусочков сыра, так, чтобы они покрывали каждую котлету. На вид он, конечно, не очень аппетитный, но котлеты оказались очень вкусными и сочными. Ну что, попробуем, что мы все-таки будем. Но линия маленькая, поэтому мы сейчас возьмем его с собой, пойдем домой и сделаем его большим. А теперь пришло время сделать высокую бургер-башню. И начнем мы, прежде всего, с мягкой большой булки. Мы несколько лет искали рецепт идеальных булочек для бургера. И, наконец-то, мы его нашли. Рецепт будет по ссылке в описании. Чтобы готовить большую еду, нужна объемная посуда и качественные продукты в большом количестве. И уже в который раз нас выручает бренд «Метро Шеф». Продукты этого бренда можно найти в магазинах «Метро». Ими останутся довольны как профессионалы, так и повара-любители. Чтобы приготовить булку, мы взяли много муки и смешали ее с дрожжевой закваской. Потом постепенно начали добавлять в тесто яйца и масло. Это не первая наша большая булка. И я могу сказать, что самое главное в ней – это правильный замес. Именно с замесом у нас начались проблемы. Запах отвратительный. Что-то в миксере подгорело, из него идет дым. Ужасно просто. Как проводка, знаешь, вот зажглась. Планетарный миксер и бург не справляются с обычной булкой. Идет дым, что-то горит. Выносите. Прощай, ты был хорошим другом. Пришлось добивать тесто ручным миксером той же фирмы. Не то, чтобы мы хейтили этот бренд, но… Миксер номер два тоже не справился с нашим испытанием. Написал, что он горячий. И вот-вот… Ой, воспламенится. В общем, бург. Мы задумались о размере булки. Мы могли бы сделать очень широкую и большую булку. В таком случае котлеты должны были быть тоже очень широкие. А это значит, что переворачивать их будет очень сложно. И мы поняли, что для нас главная высота бургера, а не его ширина. Поэтому булки сделали средней. Да, они больше обычной булки в два или три раза, но в то же самое время не максимально широкие. Я заказывала фарш и уже положила его в корзину. Но тут Егор сказал мне… Бургер нужно делать из большого куска мясной туши. Мы взяли два вида мяса. Первое называется чакрол. Это верхняя часть спиной мышцы. Это мясо постное и достаточно волокнистое. Мы сбалансировали его более жирным и мраморным рибаем. Я могу вечно смотреть на эти замечательные белые прожилки. Мы нарезали все мясо на мелкие кусочки и у нас получилось около 10 килограмм. А вот с мясорубкой у нас случилась целая история. Мы давно ей не пользовались и потеряли самую важную деталь. Она называется шнек. Пришлось срочно искать ее по всей Москве. К счастью, нам удалось купить ее с рук. Нашей мясорубке пришлось как следует потрудиться. А вместе с ней и нам. Мы крутили этот фарш больше двух часов. Для котлеты мы взяли металлическое кольцо диаметром 20 сантиметров. Мы положили в него фарш и как следует утрамбовали. Получились вот такие красивые ровные котлетки. Мы думали, что сейчас быстро их нажарим, но не тут-то было. Когда я начала их переворачивать, случилось это. Нееееет! Когда мы их переворачивали, котлеты просто разваливались на глазах. Мы подумали и нашли выход. Прямо в фарш мы добавили сухари и яйца. Яйца скрепили фарш, а сухари сделали его более плотным. Мы как следует его смешали и попробовали еще раз. И ура! В этот раз сработало! Котлеты перестали разваливаться. И на нашей кухне закипела настоящая работа. Мы жарили одновременно две котлеты. А пока они жарились, я лепила новые. А еще переворачивала их и накладывала сыр наверх. Мы решили взять красный чеддер, потому что он очень яркий и будет замечательно смотреться на наших больших котлетах, когда расплавится. Вся квартира была в дыму, а запах мяса просочился даже в подъезд. В итоге у нас получилось 11 целых котлет и одна развалившаяся. Вы посмотрите, это настоящее бургерное безумие. Для нашего бургера мы выбрали два соуса «Метро-шеф». Соус барбекю и соус для гамбургера. И устроили голосовалку в нашем телеграм-канале «Кушать хочу». Какой же соус нам использовать? И по результатам голосования выиграл соус для гамбургеров. Кстати, ты можешь влиять на наши рецепты большой еды. Нужно подписаться на наш телеграм-канал «Кушать хочу». Туда мы выкладываем самые классные рецепты, фотки и все новости. Ну что ж, наступил волнительный момент. Пора собирать наш бургер-башню. Мы сделаем наш бургер более аппетитным, чем тот, который заказали в Бургер Кинге. Для этого мы взяли сочные красные томаты, бычье сердце и яркий салат. Это очень волнительный момент, потому что мы думали, что наш бургер упадет. Все-таки его суммарный вес составляет более 10 килограммов. Мы начали укладывать ингредиенты друг на друга. И где-то на шестой котлете наш бургер покосился вправо и чуть было не упал. И тут мы решили сделать еще один слой из булки, чтобы добавить бургеру дополнительной устойчивости. Также мы воткнули в него две деревянные шпажки, чтобы котлеты не разъезжались. И вот последние листья салата и кольца томатов. И наш гигантский бургер-башня готов. 11 20-сантиметровых котлет, 1 килограмм сыра, много овощей и 3 булки. Он весит 11 килограмм, а его высота 73 сантиметра. Ну что, наша очередная безумная идея воплощена в жизнь. Этот челлендж успешно пройден. Если это видео наберет больше 10 тысяч лайков, мы обещаем, что сделаем гигантскую шаурму. По-настоящему большую. Мы очень будем рады, если ты оценишь наши страдания и старания. Ставь лайк, подписывайся и колокольчик не забудь.